Итоги недели Мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях И к чему необходим компетентный комментарий Как всегда, в начале выпуска Коротко о главных темах сегодняшней программы Градообразующее предприятие Открытое акционерное общество Брест Газоаппарат Увеличило производственные площади Прошло торжественное открытие литейно-механического цеха Маски, социальное дистанцирование И наши с вами ответственны друг за друга Меры, призванные снизить количество заболевших COVID-19 в Бресте Временное, но важное Перспективы улицы Нефтяной Очередной строительный проект Полесье Желстроя Подарит тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий Шанс обрести заветные квадратные метры В эфире программа «Итоги недели» мы начинаем Одна из ведущих организаций города Совместное предприятие Открытое акционерное общество Брест Газоаппарат Накануне увеличило свои производственные площади Строительство литейно-механического цеха Завершилось в срок, как и планировали Запуск новой производственной площадки Позволит оптимизировать технологические процессы Считают руководители Стандарты и ГОСТы по безопасности И энергоэффективности Как в Европе, так и на территории Таможенного союза меняются А значит, подстраиваться под новые условия Быстро необходимо Ежегодная компания вкладывает В модернизацию предприятия Серьезные суммы Где основные направления касаются Новых технологий, замены изношенного оборудования Охраны труда и техники безопасности Об эффективности новой площадки А также об инвестиционном плане области Далее Открытое акционерное общество Брест Газоаппарат Одно из градообразующих предприятий областного центра О современной кухонной и бытовой технике Брестского производителя Знают далеко за рубежом Линейка продукции отличается высоким качеством, дизайном Но, несмотря на это, специалисты компании В постоянном процессе совершенствования Что предполагает модернизацию производства И его техническую оснащенность В подтверждение вышесказанному Открытие нового литейно-механического цеха Объект разместился в микрорайоне Березовка В результате реализации инвестиционного проекта Заключенного Соболсполкома Строительство нового литейно-механического цеха продиктовано временем Продукция Брест Газоаппарата идет на экспорт А стандарты и ГОСТы как в Европе, так и на территории Таможенного Союза изменились Все больше внимания отводится безопасности и энергоэффективности Как варочные панели, духовых шкафов, так и таким мелким, но важным деталям, как горелки И тут вступает в силу политика импортзамещения Будем производить комплектующие самостоятельно На площаде предприятий не хватает, а быть в тренде нужно Как нужно увеличить объемы выпускаемой продукции Для того, чтобы быть свободным, надо быть финансово независимым Для того, чтобы быть финансово независимым, надо работать Надо успевать за производителем Запада, для того, чтобы не остаться на обочине Сегодня с миллион двести тысяч, которые мы выпускаем, мы увеличим до трех с половиной миллионов Для того, чтобы обеспечить в паре это все, должна быть своя горелка Которая обеспечивает КПД не ниже 50%, как делается в Европе Для того, чтобы производить свою горелку с КПД не ниже 60% Мы закупаем новое технологическое оборудование Для того, чтобы внести сюда машины новые, современные, надо современное здание Старое здание, новую технологию не поставят Для этого было принято решение наблюдательным советом о том, что мы делаем свой цех производственный, литейно-механический Строительно-монтажные работы проводили здесь с конца 2018 года по октябрь нынешнего Начинали с нуля Теперь на площади свыше 6 тысяч квадратных метров планируется выпускать порядка 500 тысяч комплектов горелочных групп Запуск данной производственной площадки позволит оптимизировать технологические процессы, локализовать заготовительное производство и создать новые рабочие места Открытие литейного цеха газоаппарата тоже один из проектов, хороший проект, показательный пример Который направлен не только на улучшение экономики предприятия Я думаю, уже отмечалось сегодня коллегами то, что сегодня вот эта газовая горелка, которая производится Она по импорту закупается по 5,6 доллара, а здесь практически на 3 доллара сегодня может быть дешевле Поэтому есть потенциал для улучшения экономики предприятия и, кроме того, для получения дополнительных доходов за счет, в принципе, реализации этих комплектующих другим сторонним организациям Кроме того, открытие литейно-механического цеха позволяет решить еще одну проблему – проблему логистики на предприятии Теперь все важные процессы локализованы в одном месте Сейчас Брест газоаппарат наращивает выпуск моделей встраиваемой техники То, что мы сейчас видим – это комплектующие, которые до последнего времени большая часть привозилась из-за рубежа А часть производилась на Брест газоаппарате на старой площадке То, что мы сейчас увидели – это современнейшее производство, которое позволит удешевить продукцию и увеличить выпуск продукции силами Брест газоаппарата На сегодняшний день в наблюдательном совете рассматриваем возможность увеличения мощностей по выпуску данных комплектующих И, соответственно, не только, чтобы обеспечить мощность Брест газоаппарата, а уже более, соответственно, шире смотреть на этот вопрос и обеспечивать сторонних потребителей Как известно, открытие новых производств имеет положительный эффект для экономики и города, и области А чтобы не потерять позиции в экономическом развитии, необходимо инвестировать в производство Идти в ногу с технологическим процессом и меняющимся экономическими условиями Мы в области нашей предприятия, организации и в текущем году эту работу не останавливали или не планируют останавливать 2,3 миллиарда рублей в общий объем инвестиций, который сегодня сложился за истекший период Кроме того, немалую сумму привлекли в экономику предприятий области нашей Прямых иностранных инвестиций почти 85 миллионов рублей И могу отметить, что это практически на 23 миллиона долларов больше, чем в прошлом году Ну и, соответственно, есть ряд проектов, которые реализуются или завершают свою реализацию Или начинают свою реализацию на территории области Спектр в отраслевом разрезе достаточно широкий Наша задача совместно не останавливаться, а двигаться дальше Тогда мы сможем динамику придавать в развитии экономики И, конечно же, улучшать материальное благополучие наших работников, коллективов, да и жителей области и страны Ирина Кузьмич, Андрей Щерб, Александр Макаревич, специально для программы «Итоги недели» Общее число заболеваний COVID-19 на данный момент в мире составляет более 56 миллионов Продолжают обновляться и национальные антирекорды В Беларуси значительно превышен весенний порог по заболеваемости коронавирусной инфекцией На 20 ноября прирост составил 1457 человек за сутки Введение масочного режима в республиканском масштабе, равно как и социальное дистанцирование Являются вынужденными мерами, призванными снизить число заболевших Но несмотря на временное ограничение и осенне-зимний период, который сам по себе чреват простудными заболеваниями Работники сфер здравоохранения и социального обслуживания, городские власти Прикладывают максимальное усилие для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции Как изменилась жизнь брещан в период второй волны и какие новые меры принимаются в этот период Ситуацию мониторила Людмила Логодич Уже который день мы тревожно вслушиваемся в статистику по росту заболеваемости COVID-19 И судя по всему, рассчитывать на быстрое решение проблемы не приходится Поэтому медики призывают соблюдать все меры предосторожности и набраться терпения К сожалению, сказать о том, что мы избавимся от коронавирусной инфекции, наверное, не приходится В том числе и вчера это звучало, что с коронавирусной инфекцией нам придется жить И в целом, видимо, мы сможем добиться какого-то положительного результата Только тогда, когда будет разработана вакцина и проведет вакцинация необходимое количество людей А пока не изобретено средство, которое сможет гарантировать относительную безопасность Наши медики не сдаются Руководители учреждений здравоохранения, как и весь медицинский персонал Работают в режиме многозадачности Применяя весь привычный арсенал средств и лекарственных препаратов А также внедряя новые формы работы Введен у нас единый номер телефона, так называемый колл-центр По любым вопросам, связанный с инфекцией COVID-19 С заболеваемостью острореспираторным инфекцией в данное время На стендах у нас расположены телефоны заведующих терапевтическими отделениями У нас их три с указанием телефонов кабинета и мобильных телефонов То есть любой пациент нашей поликлиники может обратиться напрямую К заведующей своего терапевтического отделения И заказать, так скажем, тот документ, который ему на данный момент нужен Или это рецепт льготный, или это электронный рецепт за полную стоимость дистанционно Или, допустим, выписка из медицинских документов Активно нам помогают студенты медицинского колледжа в доставке рецептов В зоне риска прежде всего пожилые люди с сопутствующими заболеваниями Здоровье у этой категории граждан и без того слабое И такая серьёзная инфекция, как COVID, способна подорвать силы всего организма Медики призывают окружить заботой и вниманием пенсионеров И в числе первых откликаются специалисты территориальных центров А также неравнодушные люди, которые готовы сходить за лекарствами и продуктами Для получения помощи пожилому человеку необходимо только набрать номер горячей линии Территориальный центр, горячая линия, добрый день Чем я могу вам помочь? Работа по горячей линии осуществляется с апреля месяца И мы уже получили определённый опыт И если первая суета уже улеглась, то возникли другие обстоятельства Которые оказывают влияние на нашу работу Весной у нас некоторые отделения закрылись в связи с карантином И поэтому у нас высвободились сотрудники, которые оказывали массовую помощь по горячей линии Все сотрудники мотивированы у нас в территориальном центре И поэтому проблем с тем, что нужно оказать помощь Там одеть перчатки, маску Или походить по поликлиникам, аптекам, магазинам Они не боятся, потому что они знают, что помощь их гораздо важнее Так как именно пожилые люди чаще всего оказываются на больничных койках Брестский горосполком внёс предложение о проведении акций под названием Старшему поколению забота и защита Оказать посильную помощь вызвались представители сразу двух общественных объединений Белая Русь и Белорусского республиканского союза молодёжи Суть акции в чём? Просто раздать людям масочки одноразовые Напомнить им о том, что прежде всего они должны заботиться сами о себе О том, что, по крайней мере, нужно ходить в масках, нужно одевать перчатки Ну и в целом люди с охотой, конечно же, берут Потому что некоторые забывают маски, некоторые ещё не дошли до аптеки Некоторым нужно уже поменять эту маску Поэтому сегодня это нужная акция Сегодня она будет проводиться И это у нас не единственное место, не единоразовая такая акция, где мы будем проводить место Ещё у нас сегодня в Короне также раздаются маски Ну и в течение следующей недели также они будут раздаваться Реакция на введение обязательного масочного режима в общественных местах неоднозначная Часть населения считает эту меру недейственной и даже усматривает в этом ущемление своих прав Мнение другой половины сводится к тому, что маска всё же является сдерживающим барьером для микробов Особенно при чихании и кашле Очень важно, потому что проценты заражения сразу уменьшаются при ношении маски То есть это не просто прихоть, это важно для нашей безопасности Сто процентов не даёт защиты, но тем не менее должны как-то предохранять друг друга Однако при всей спорности и широком резонансе общественных мнений Масочный режим является альтернативой полной самоизоляции А ведь именно такая мера была введена и соблюдалась в других странах в первую волну ковида Теперь уже очевидно, что коронавирус вполне реален Потому как каждый из нас столкнулся с новостями о случаях с летальным исходом Среди ближнего или дальнего круга знакомых У многих близких именно в этот момент находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких Но унывать и поддаваться панике не стоит, уверены врачи-психотерапевты Во-первых, меньше читать жареных новостей Не погружаться в это всё, не отсчитывать статистику Не считать количество умерших, заболевших Это кроме внутренней тревоги нарастающей, ни к чему не приведёт Никто из нас не может контролировать коронавирус Во-вторых, выполнять те рекомендации, которые даются эпидемиологами, врачами Защитные средства, поменьше лазить где попало Мыть руки, обрабатывать антисептиком Всё это необходимо Причём это необходимо даже не столько для того, чтобы не заболеть Но мы все переболеем Так или иначе мы переболеем все Причём большинство процентов 90 переболеет лёгкой форме 85-90, большинство даже не заметит Грипп проявляется более агрессивно, наверное, более заметно А для того, чтобы не завалить больницы одномоментно Чтобы система могла справляться и помогать И если есть тревожность, если есть тяжёлые чувства Обращаться за помощью к специалистам, не жить в этом Поскольку страх – это чувство, ну, тревога, страх – чувство, которое требует от нас действия Творческая группа телеканала Бук-ТВ специально для программы «Итоги недели» В продолжение темы Вывески в магазинах гласят Без масок покупатель не обслуживается В транспорте водитель имеет право отказать в перевозке В других общественных местах действуют те же подходы Но, как всегда, кто-то строго соблюдает правила, кто-то категорически нет Срабатывает человеческий фактор Наша съёмочная группа на этой неделе вместе с сотрудниками сразу нескольких брестских служб Отправилась в рейд, проверяли соблюдение предписанных норм в городском транспорте Все подробности в следующем сюжете Маскам – да И это не просьба, это распоряжение Если до сего момента ношение защитной маски имело рекомендательный характер И регулировалось только соображениями совести То теперь хочешь, не хочешь, а надеть маску в общественных местах всё же придётся Улица не входит в список ограничений Однако включён общественный транспорт и маршрутные такси Сотрудниками Брестгуртранса, транспортной инспекции И Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии Сегодня был проведён совместный рейд По соблюдению предписаний масочного режима в городском общественном транспорте В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой у нас в стране В городе Бресте городским исполнительным комитетом введён масочный режим с 14 ноября Поэтому сегодня мы проведём рейд по установлению лиц, которые не используют маски Это и водители, и пассажиры транспортных средств В центре внимания проверяющих маршрутки Чудеса, но все пассажиры в масках, водитель тоже Средства санитарной защиты имеются и в наличии, и про запас Лежит ли в основе высокий уровень сознательности граждан Или причиной тому пресловутое сарафанное радио По которому новости между водителями маршруток передаются со скоростью света Мы не знаем, но результат радует При проведении контрольных мероприятий проверялись документы В том числе разрешение на допуск участия в дорожном движении Страховые полисы перевозчика перед пассажирами Страховые полисы общегражданской ответственности Также делали наблюдение за оформлением транспортного средства Внешнее, внутреннее наличие огнетушителей, аптечек в салоне транспортного средства Также производили контроль за соблюдением масочного режима водителей, а также и пассажиров Маска не аксессуар, даже если она очень симпатичная Это одно из средств противостояния коронавирусу И носить ее в кармане не рекомендуется Я без маски стараюсь не брать вообще пассажиров, чтобы не садились А если люди заходят, ну стараюсь предупредить где-то Соблюдаем сейчас время такое, что с этим коронавирусом Много очень людей болеет И приходится соблюдать эти все меры безопасности Просто я делаю, чтобы никаких претензий Важно, наверное, надо следить за тем, чтобы люди ходили в масках Как-то себя и окружающих берегли Может быть это не стопроцентная гарантия Но, конечно, надежда есть, что это помогает в данной ситуации Разные люди, разные мнения, правило одно А вот водитель имеет право пассажира без маски отправить продолжать маршрут пешим ходом Его самого пешком не отправишь Но административное взыскание, не сомневайтесь, найдет нарушителя Правда, заплатит за него работодатель В машине очень большая редкость, когда кто-то без маски В принципе, более-менее нормально На ваш взгляд, насколько это важно сейчас соблюдать масочный режим? Честно говоря, мое мнение бесполезно Бесполезные маски Если дети идут в школу до 14 лет без маски, они приходят домой Родители потом то же самое Это все бесполезно Но, тем не менее, вы не нарушаете Мы придерживаемся, у нас законы есть Не остались без внимания и городские автобусы Здесь пассажиров больше, а потом и ответственность выше Оказалось, что даже те единичные случаи, когда пассажиры были без маски Устранялись одним движением руки Ведь аксессуар был с собой в кармане Для кого он там лежал, непонятно Одевай, одевай, одевай Я только зашел, понимаете Хорошо, спасибо большое Во всех случаях срабатывает один фактор Человеческий Не боишься сам заболеть? Твое дело Подумай о тех, кто рядом с тобой Проявите уважение и заботу по отношению к окружающим вас людям И помните, если вы единственный, кто не надел маску в салоне маршрутки Покинуть ее придется всем пассажирам Причина банальна и проста Транспортное средство отправится на дезинфекцию Во избежание таких ситуаций порекомендуйте соседу надеть маску В ходе текущего рейда было проверено 15 транспортных средств Водители и пассажиры были обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания Также в машинах в наличии и антисептики И информация по нераспространению и мерах профилактики коронавирусной инфекции Людмила Логодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ Вы смотрите новости Бреста на БУК-ТВ Продолжаем выпуск Уже в следующем году сотрудники предприятия Полесье Жилстрой Приступят к строительным работам на площадке по улице Нефтяной Здесь появится новый современный квартал жилой застройки Стоит отметить с достаточным количеством зеленых насаждений Очередной строительный проект должен подарить тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий Шанс обрести заветные квадратные метры Пока одни площадки только проходят подготовительный этап Другие идут в фазу завершения и сдачи Таким образом, ранее пустовавшие городские зоны постепенно заполняются новыми объектами Как бытового, так и социально-культурного назначения Какие планы и перспективы по возведению жилья в областном центре предусмотрены на ближайшее время И насколько плотной и компактной будет застройка Ответы на эти и другие вопросы в нашем следующем сюжете Быть или не быть С этих слов начинается согласование любого детального плана на предприятии Полесье Жилстрой Группа архитекторов детально разбирает каждый предлагаемый для строительства участок Стараясь вписать в его площадь максимально комплексную инфраструктуру и качественный проект жилой застройки Так на свет появился план нового квартала по улице Нефтяной Здесь уже в следующем году начнется строительство двух 18-этажных высоток, а также четырех девятиэтажек Планируется строительство четырех девятиэтажных жилых домов, двух высотных зданий и одного торгового центра Торгово-общественной функции Два высотных дома предполагаются также с общественной функцией на первом этаже Что более, конечно, сейчас уже приемлемо при нашем движении вперед и развитии Это очень удобно, соответственно Два высотных этих дома являются акцентом основным при спуске с Кобринского путепровода Что также немаловажную роль будет играть как видовая точка в городе Новый комплекс – это 554 квартиры, а также торгово-общественный центр С учетом того, что рядом находятся сады, детская областная больница и поликлиника, магазины шаговой доступности Можно говорить о том, что жильцы получат полноценный квартал со всей необходимой инфраструктурой Пока предлагаемая территория выглядит не так презентабельно Однако то, что получится на выходе, приятно порадует горожан своим внешним видом Самая, наверное, большая проблема нашего города – это, конечно, нехватка парковочных мест В данном проекте учтены все мероприятия, при том, что парковочные места запроектированы даже в большем количестве, чем предполагается квартир на данном участке С запасом и сделаны закрытые дворы, чтобы было меньше движения общего какого-то транспорта Только для движения автомобилей, которые непосредственно жильцов, которые проживают в этом квартале Проект на нефтяной стал своего рода новинкой для города, ведь большая часть новых кварталов в последние годы возводилась в заречной части областного центра Сегодня активные работы ведутся в микрорайоне ЮЗМР-5 Кстати, уже в следующем году здесь будут сданы последние четыре дома Как говорят представители заказчика проекта Управления капитального строительства города, район будет иметь полноценный законченный вид Микрорайон мы начали застраивать где-то осенью 2018 года Вот видите, за почти не полные три года уже построено микрорайон ЮЗМР-5, который в принципе рассчитан 200 тысяч квадратных метров жилья И рассчитан где-то на проживание 10 тысяч населения Вот, микрорайон в основном застройка его идет панельными домами Это Брежилстрой подрядчик, но здесь есть еще три дома кирпичных, которые построил один дом, сдан в эксплуатацию Про дом, два дома сейчас строят и будут сдаваться в этом году по лесу Жилстрой организация В принципе, к концу года еще у нас планируется по Уксу, по заказчику, ввести в эксплуатацию в этом микрорайоне пять домов Три дома панельных и два дома кирпичных Пример этой в своем роде типовой застройки приятно порадовал горожан Во-первых, необычным оформлением домов, во-вторых, просторными улицами, большими дворовыми площадками, детскими зонами отдыха Буквально за несколько лет микрорайон ЮЗМР-5 станет полноценной частью Заречного района Со своей развитой инфраструктурой и сетью медицинских и социальных учреждений Кстати, именно здесь было опробовано еще одно новое решение Удобные велопарковки, которые расположены прямо возле дома Оставив здесь своего двухколесного железного коня, хозяину не придется беспокоиться о его сохранности И как можно увидеть, нововведения пользуются популярностью у жильцов Многие из которых с удовольствием перемещаются по городу на велосипеде Что ж, будем объективны, новые тенденции в строительстве микрорайон ЮЗМР-5 отразил сполна Каждую неделю здесь проходят планерки, где строители подводят итоги сделанного, а также определяют дальнейший ход работы Юго-Запад-5 это составная часть микрорайона, так называемой, юго-западной жилой части микрорайона Это уже построен микрорайон Юго-Запад-2, построен Юго-Запад-3, Юго-Запад-4 Вот сейчас мы находимся на территории Юго-Запад-5 Сегодня УКС занимается разработкой совместно с проектной организацией Идет проектирование еще нового микрорайона, можно так сказать, последнего микрорайона Это Юго-Запад-1, это который возле кольца по Варшавскому шоссе И как раз этим микрорайоном завершится застройка заречной части Или вот как уже называют этот микрорайон Замуховеча на Белорусской море Политика использования неосвоенных участков будет продолжена Расширение городских границ, согласно генеральному плану, на ближайшие годы не предусмотрено Поэтому проектировка кварталов жилой застройки продолжится в условиях сложившейся черты областного центра Конечно, Брест – потрясающе красивый город Улицы, проспекты, дома И каждый житель старается обустроить свою квартиру как можно лучше, современнее, включая балконы А как вы думаете, балкон – это элемент роскоши или составная часть любой жилплощади? Еще каких-то лет 30-40 назад, когда отдельные проекты жилой застройки не предполагали наличие собственного выхода на улицу Иметь такую площадку рядовому гражданину считалось чем-то роскошным Сегодня же это скорее обязательный атрибут, а иногда и фишка разработчиков с дополнительным остеклением и утеплением Глядя на это, многие жильцы домов старой застройки также стали продумывать свои проекты облагораживания балконов Так в городе начало появляться все больше и больше нетипичных конструкций Конечно, вписать существующую композицию это было не просто по разным причинам С приходом периода капитальных ремонтов в отдельных ситуациях между жесами и жильцами стали возникать конфликты В городских проектах на дом остекления нет Балкон подлежит реновации, однако приступить к ней нет возможности из-за вмешательства жильцов в его конструкцию Как быть и какие законопроекты рекламентируют эту деятельность, расскажем прямо сейчас Брест за последние десятилетия качественно изменил свой внешний вид Из просто уютного и зеленого областной центр превратился в город со своей изюминкой Спальные районы, многоэтажки вдоль главных городских магистралей стали более стильными Архитекторами была определена конкретная цветовая гамма, формат реконструкции балконов Все в единой концепции Однако не всегда жильцы хотят понимать это Многие уже десятки лет живут со стекленными балконами И расставаться самостоятельно с собранными конструкциями не спешат Ратуя за тепло и комфорт Однако в определенных случаях это сделать все же придется Есть вариант, когда в дом находится, например, жилой дом многоквартирный в спальном районе Ну как часто это дома КПД, либо это массовая такая застройка Для таких обычных жилых районов у нас на сайте горосполкома размещены варианты, согласованные варианты остекления Это стеклопакет обычный, значит, пластиковый, белого цвета С прозрачными, значит, с прозрачными окнами, без глухих проемов, главное, чтобы было Вот, и это вот как бы одна часть А вторая часть это те балконы, которые выходят на главные улицы города На магистральные улицы и на улицы в историческом центре Истетический центр, который является историко-культурной ценностью Здесь другая процедура Здесь нужно обращаться за согласованием внешнего вида этих балконов Для того, чтобы посмотреть, к какому зданию возможно остекление А где это невозможно априори, потому что там это историко-культурная ценность Конечно, варианты для того, чтобы сделать свой проект остекления разрешенным, есть Однако, должны здесь быть учтены все нюансы Если вы живете в обычном, значит, в спальном районе, то на сайте горосполкома есть варианты остекления Вы берете вариант остекления и, в принципе, можете остеклять Либо, если вам требуется сделать там козырек, да В принципе, это можно обратиться по процедуре реконструкция квартиры в администрацию района Обращение по процедуре А районы, которые выходят на магистральные улицы, это вы обращаетесь тоже по административной процедуре Согласование, проектная документация, либо эскиза Можно предварительно подойти, эскиз посмотреть Если эскиз согласуем, тогда можно и заказывать проект А если эскиз не согласовали, тогда, в общем-то, нельзя Сегодня капитальный ремонт предусматривает детальную реновацию балконов Конструкция укрепляется, в случае необходимости отдельные элементы заменяются Ставится специальный экран или металлопрофильное ограждение в едином, заранее утвержденном стиле Мы меняем, в основном, ремонтируем эту стяжку Мы смотрим состояние закладных деталей Полностью бетонное основание делается И при необходимости это замена ограждения балкона Соответственно, с согласованным эскизом фасада Балконное ограждение зашивается тем или иным материалом Это поликарбонатом экрана балкона, либо это металлопрофиль Перечень видов работ, которые мы рассматриваем, он, конечно, различен Он зависит от того, в каком техническом состоянии находится данный жилой дом Однако, в основном, мы закладываем капитальный ремонт кровли С заменой утеплителей при необходимости Капитальный ремонт фасада, инженерных сетей, входных групп Замена оконных дверных заполнений в местах общего пользования Все зависит, конечно, от дома Рассматриваем его конкретно и индивидуально Капитальный ремонт в этом году проходил на 11 площадках 10 уже сданы в эксплуатацию На последней по улице Набережная Франциска с Кариной, 28 Работы должны быть завершены в декабре Несмотря на то, что на календаре ноябрь Специалисты ЖРЭУ уже готовят планы по реновации на будущий год И подбирают наиболее нуждающиеся в ремонте объекты 19 ноября – памятный день в истории Вооруженных сил Республики Беларусь День ракетных войск и артиллерии Этот ежегодный профессиональный праздник установлен в знак признания Огромный заслуг советской артиллерии в победе под Сталинградом Начало которой было положено контрнаступлением советских войск в 1942 году Сегодня военнослужащие 111-й гвардейской артиллерийской бригады Свято чтят традиции своих предков и стараются соответствовать высокому статусу Именно здесь, на территории Красного двора, где дислоцируется бригада В праздничный день проходила церемония награждения лучших военнослужащих И передача воинской хоругви Подробности далее Торжественный митинг, посвященный памятному дню в истории Вооруженных сил Республики Беларусь Собрал на плацу большое количество военнослужащих 111-й гвардейской артиллерийской бригады Этот год для людей в погонах был достаточно эмоциональным и насыщенным Участие в учениях, получении боевых специальностей, совершенствовании военного мастерства Прощание с командиром и встреча нового Все это не могло остаться незамеченным И несмотря на наполненность этого года событиями Военнослужащие-артиллеристы всегда не словом, а делом доказывают Что не просто так несут высокое звание Мы находимся на хорошем счету Наши военнослужащие показали высокие профессиональные навыки, знания, подготовку Наша бригада участвовала в этом году в очень многих мероприятиях И показала высокие результаты в том числе Как офицеры-прапорщики, так и солдаты-сержанты Знаковым моментом на мероприятии стала торжественная церемония Вручения 111-й артиллерийской бригаде Хоругви Православной Церковью Теперь священное знамя всегда будет находиться на почетном месте рядом с боевым В честь праздничного дня проходила и церемония награждения лучших военнослужащих В 111-й гвардейской артиллерийской бригаде немало тех, кто в совершенстве владеет полевой выучкой Освоил вооружение военной специальной техники, проявил свои лучшие качества И у каждого своя мотивация показывает достойные результаты К этому месту прикипел, я здесь родился, живу, родился Нравится армия, военная служба, артиллерия сама по себе, как крут войск нравится Мощь, гроза, срочную службу проходил с 2013 года по 2015 В городе Гродно, Слонин, войсковая часть 33-933 После уволился, пришел сюда и с 2015 года прохожу здесь службу Сложности, так как у меня таких тут нет, ну то есть главное дело, что говорят А так, все отлично Деды воевали, это гордость большая, быть военным Ну я считаю, что каждый мальчик, пацан должен пройти через это Кроме того, среди военнослужащих 111-й гвардейской артиллерийской бригады Есть и те, кто получил достойные награды за время воинской службы от Министерства обороны Республики Беларусь Андрей Ванью проявил себя как добросовестный, дисциплинированный и честный солдат Отличник боевой подготовки Для эфрейтора Андрея Ванью, уже бывшего военнослужащего И его родителей в местной школе, где учился солдат, устроили настоящий праздник Как военнослужащий, как офицер и, конечно, с гордостью могу с уверенностью сказать, что школа жизни, как армия Для него положительные моменты, что он все-таки стал мужчиной И я рад, что такие люди все-таки после армии будут на гражданке, войдут в общество И мы с уверенностью можем сказать, что он, показав себя во время срочной службы С уверенностью будет дальше на гражданке, как человек, как мужчина, выполнять свои обязанности Много добрых слов прозвучало в этот день в адрес всех военнослужащих 111-й бригады А мероприятие завершилось торжественным маршем под звуки оркестра Ирина Кузьмич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, специально для программы «Итоги недели» Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события Какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит Мы встретимся снова уже на грядущей неделе Будут новые темы и новые герои А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам Звоните номер в Бресте 54-63-67 Далее о погоде Партнер прогноза – гомеопатический лекарственный препарат «Инфлюцит» Применяется в комплексном лечении гриппа и острых респираторных заболеваний «Инфлюцит» содержит 6 активных компонентов для лечения острых лихорадочных простудных заболеваний, верхних дыхательных путей и гриппа «Инфлюцит» способствует быстрому выздоровлению, устранению общей слабости, снижению температуры тела, устранению насморка для взрослых и детей с одного года ОРЗ «Простуда грипп» помогает «Инфлюцит» Я, Ирина Кузьмич, желаю вам хорошего в завершении дня вместе с каналом БУК-ТВ Добрых вам новостей в ваших домах и будьте здоровы! ОРЗ «Простуда грипп» «Инфлюцит» – оригинальный лекарственный препарат из Германии, применяемый в комплексном лечении гриппа и острых респираторных заболеваний ОРЗ «Простуда грипп» помогает «Инфлюцит»